Доброе утро, вставай! Ты чё, хребнела вообще? Мне чё вываляться? Что это за образ заучки? Очки на пятна, думаешь теперь крутая, знаешь? Не заучки, а это сейчас так модно. Модно, да? А ну дай мне отменять. Нифига, руки свои убери, знаешь, сколько эти очки стоят? Сколько? Не для тебя, а не точно. Ну смотри, если я не дашь очки, я не буду, ну если дашь очки, я не буду твоего хомяка обидеть. Ага, а ещё от чего, Пас? Ты думаешь, я его сейчас могу обидеть? Хомяка? Я его сейчас возьму и быту, обтупить. Ну теперь хомяка у меня не заберёшь, он всегда будет под моей охраной, понятно? Под моей охраной, под очками, что ли? Под, какой? Дай, дай, дай поменять. Дай, дай померить вам, дай померить вам, дай померить вам, дай померить вам. Тебе жалко померить очки для лучшего друга или что-нибудь, а я не знаю. Подумаешь, Камикавлин. Ага. Ты офигел? Ага. Ну что, я тебе футальный? Да пошел ты. Дурак. Ничего, Паш, сейчас придет Валентина Ивановна, и ты надашь мне эти очки, как миленький. А, я еще не рассказала про то, что вы делали с моим ховиком. Поэтому сегодня вам с Даниилем крышка, понятно? Ой, блин, напугала. Это я расскажу, что ты нифига не делала, и класс остался пыльный. Вот смотри, что это такое? Ревизора, блин, можно позвать. Ой, думаешь, мои очки натянул, стал умником сразу? Нифига, Паш. Вообще-то, Валентина Ивановна знает, что я хорошая девочка. И в классе все чисто, по крайней мере, у меня точно. Потому что я девочка, и за своей парта я слежу. А что, у тебя я куда-то ноги ложил? Я ничего не знаю. Ой, да все равно тетя любит больше меня. Я ей наговорю такого, что она тебя навыгает, а меня похвалит. Ну-ну, сейчас мы подождем твою тетю и все узнаем. Всем привет. О, здорово. Ты теперь на директора похож. Есть, и на меня. О, Дарина опять своего хомяка принесла. Давай кидай. Угу, да сейчас. Больше моего хомяка никто обижать не будет. Да мы и не собирались его обижать. Мы просто хотели с ним поиграть, да, Паша? Конечно поиграться. Он же такой милый, такой красивый. Вот ты мне, так что давай кидай, Дарина. Что непонятного в моих словах? Я уже сказала нет и точка. Я хомяка своего никому не отдам. Так мы просто возьмем поиграться и потом вернем. Ну конечно вернем. Так, быстро отдала хомяка, говорит директор. Вот тебе директор. Ах так значит. Будешь наказанно. Будешь ходить на дополнительные уроки все лето. А еще тебе нельзя будет бутерброды целое лето. Ну не надо мне ваши бутерброды. Так, короче, все, хватит. Паш, очки мне верни. Никогда. Это директорские очки. Добрый день. Сидим, скучаем, ждем любимого учителя. Не мукаем. Итак, тема сегодняшнего урока у нас. Пищеварительная система. И основной фрагмент сегодняшнего урока это желудок. Где находится желудок? Я уверена, мы все, конечно же, знаем. И ответит мне Паша. Паша, а что у тебя с глазами не поняла? А тебе зрение плохое стало? Тетя, да, на самом деле, у меня просто зрение пало. И медсестра мне прописала очки, чтобы я делал. Еще она запретила мне писать в тетради и отвечать у доски. Что, правда? Я тогда тоже хочу к медсестре. А то уже надоело в школе сидеть летом. Не, не начинаю. Знаешь что, Паша, как-то подозрительно, что медсестра тебе выписала очки. Вообще-то этим занимается офтальмолог, врач. Ты точно ходил в кабинет или мне проверить сходить? Да, конечно, точно. Можешь прийти проверить, если хочешь. Медсестры все равно я сегодня не буду. Ладно, на сегодняшний урок посиди. Тогда расскажет нам Дарьянка про желудок, где находится и что это за орган. Валентина Ивановна, я, конечно, могу все это рассказать. Но можете меня, пожалуйста, послушать? Во-первых, вот они, помните, когда вы назначили меня? Самое главное, что мы должны были убраться в классе. Они с Даниэлем, Паша и Даниэль вообще ничего не хотели делать в классе. Так самое главное... Ладно, я еще чуть-чуть поубиралась, то, что я смогла сделать. Они забрали моего хомяка и хотели вытереть пыль, которая на шкафу. Вы просто представляете, какой там слой пыли. Там же никто никогда не вытерял. Ну ладно это, а никто мы его еще забрали. Валентина Ивановна, и вот эти вот очки, это не медсестра Паша выписала. Это мои очки, которые просто для красоты. Мама, не верь ей, она варет. Она все время заставляла нас убираться. Она нам наврала, что даст витаминку, если мы типа поубираем весь класс. И потом она еще соврала про хомяка. И все время просто сосала чупа-чупс. И решила наврать про своего хомяка. И это не ее очки, а паши. Вот, вот, тетя, послушай своего сына. А вот Дарина, ну что Дарина, она постоянно тебя обманывает все время. Она еще такая, блин, лиса. Я что-то не могу понять. Да нет, я, конечно, верю. Но как-то странно, что у тебя очки появились ровно сегодня. И Дарина вроде бы меня никогда не обманывала. Валентина Ивановна, вот, вот, правильно говорите. Ну когда я вас могла обманывать? Ну это же вообще, ну, ну, ну. Валентина Ивановна, ну я же хорошая, честная. И вот даже когда мы последний раз этот урок прогуливали в бассейне, да, Валентина Ивановна? Ну вы же знаете то, что я туда не хотела идти. Меня просто заставили. Так получилось. И очки, ну, ну откуда они у него могли появиться? Вы их оденьте там, ну, ну никак не дозрение. Это просто для красоты очки. Дарина, ты че врешь? Я все это время за вами следила и видел, как ты сама соглашалась и предлагала это все. Да, я хорошо помню эту историю. Думаю, это больше никогда не повторится. Конечно нет. Давайте закончим на этом. У нас урок. Дарина, выходи ты, спаши, я потом разберусь. Давай. Про желудочек. Желудок. Желудок. Полный мышечный орган. Вообще он умеет растягиваться и обратно свою форму принимать. Когда он в вкусном виде, он около пол-литра. А если когда человек уже кушает, наедается, то он может растягиваться аж до 4 литров. Вот правильно все же сказала. Два демократца я прочитаю. А некоторые внимательно послушают. Так, размер желудка варьируется в зависимости от типа тела, сложения, степени наполнения. Умеренно наполненный желудок имеет длину 24-26 см. Наибольшее расстояние между большой и малой привязной не более 10-12 см. А передние и задние стенки отделены друг от друга на 8-9 см. У кусок желудка длина 18-20 см. А расстояние между большой и малой привязной 7-8 см. Валентина Ивановна, подождите, а вот у меня вопрос. А желудок, ну вот я понимаю, там пища хранится, но он же еще раз чего-то не может быть, потому что там просто еда остается и все. Хорошо, Дариначка. Прочитаем еще, в желудке еда не хранится, она там перерабатывается. Желудок служит резервуаром для поглощения пищи, которая в нем перемешивается и обеззараживается. Препятствует проникновению в организм болезнетворных бактерий и микроорганизмов по влиянию желудочного сока, содержащего в своем составе пепсин, липазу, соляную кислоту, слизь и другие активные соединения. Кроме химической обработки пищи, желудок также выполняет эндокримную функцию, путем секреции, целого ряда биологически активных веществ, гистамина, метагина, гостина, вещества ПИ и сиротонина. Все, стоп, 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 вы слишком много уже читаете, слишком быстро, но я самое главное поняла, что желудок это там, где не сохраняется пища, а там, где пища проходит, там сок есть, который кислый, и он, короче, это все еду обрабатывает, плохая выходит, хорошая остается, но я поняла. Ну, в общем, правильно, да, перерабатывается, полезные такие, как витамины, микроорганизмы нужные, все всасывается и попадает к нам в кровь и так дальше. Паша, то, что ты не записываешь, не значит, что ты меня не слушаешь. Ты запомнил что-нибудь про желудок? Конечно, помню, желудок это мышца, в нее все, она вырабатывается, там все это, и выходит потом в конечном итоге. Паша, если ты так будешь внимательно меня слушать, так у тебя не только желудок выйдет, а все выйдет. Что ты вообще рассказываешь? Дарин, зарисуй, пожалуйста, желудок. Хорошо, так, начинаем с трубки. И вот тут, я вам, наверное, тут все троню немножечко. Вот так вот, оп, оп, и тут трубочка. Вот так вот. В общем, Дарин правильно это нарисовала. Ну, а сейчас давайте запишем строение желудка. Итак, дно желудка, большая кривизна, тело, нижний полюс желудка, привратниковая гиллорическая часть, отверстие привратника, угловая вырезка, малая кривизна, складки слизистой оболочки, 12-перстая кишка и пищевод. С 12 пунктов примерно. Валентина Ивановна, вы посмотрите, что он с моими очками сделал. Ах ты говно такое. Так это все-таки Дарин, мои очки, да? Нет, это мои очки, это я. Я плохо видишь, чем мальчик. Это вообще из-за того, что свет поменял. Видишь, голубые теперь глаза у меня. Фу, это нормально, Валентина Ивановна. Он туда своими слюнями наплевал. Валентина Ивановна, заберите у него мои очки, пожалуйста. Дарина, ну что, пусть посидит этот плохо видящий мальчик целый день в этих очках. И потом увидим, что с его глазами станет на самом деле. Ты умничка сегодня, я тебя приглашаю в густительскую попить за мной чай. О, Валентина Ивановна, пошли. А они пусть сидят в обманщиках. Идите. Ну и ладно, лучше в этих очках сидеть целый день, чем писать.